Приветствую вас, Екатерина. Начнем с того, что вы делаете такой своего рода мартышкин труд, мне кажется, когда пытаетесь с чем-то справляться. Потому что если у вас, допустим, что-то есть, какое-то чувство или какое-то переживание, то в первую очередь ему нужно обладать жизнь и бороться с этим. В рамках моего подхода, который я стараюсь использовать в работе, я бы, наоборот, отказался бы бороться с этим чувством, да, вот, а просто постарался бы посмотреть на него, то что еще там есть, помимо, ну, помимо, условно говоря, вот, помимо желания там делать больше. Вот, ведь если вы посмотрите, то вы увидите там определенный страх, вы увидите там определенные желания, вы увидите там, скорее всего, что-то еще, что-то, чего вы не замечаете. Вот. И мне кажется, что если вы посмотрите на это внимательно, если вы посмотрите на это внимательно, то, мне кажется, вы сможете найти ответ, мне кажется, вы сможете, как понять, что происходит, и, собственно, обратить внимание на другие вещи. Вот. Ну и, например, например, вот, как вариант, мне показалось, например, исходя из вашего сообщения, да, что вам не очень интересно то, что вы делаете, и вообще вы не привыкли обращать внимание на то, что вам интересно. Вот. Понимаете, да? То есть вы говорили, что, вы говорите, что, ну, меня никто не доставлял ничего делать, говорите вы. И, как бы, да, вас никто не доставлял, но доставлять можно в параду, как мне кажется. Вот. Не доставлял. И, в вашем случае, вероятно, в вашем случае, вы можете вас не просто не заставляли, ну, что-то делать. Мне кажется, мне кажется, мне кажется так, что вас еще подавляли немного. Вот. Понятно, что это сейчас из области моих предположений. Вот. И я хочу, чтобы вы понимали, да, что мне, ну, у меня нет аргументов, на самом деле. Вот. Но мне почему-то кажется, что так. Потому что вы описываете ситуацию, когда вам давали свободу, когда вам дают свободу, а вы, братья, вы с этого ничего не делаете. Здесь и, как бы, такой вот, может быть, вербально-то и вам давали свободу, а вот атмосфера была такая, что вы ощущали некоторое подавление, что проще было ничего не делать. Вот. Такое, ну, бывает, бывает. Такое бывает. Это, это, к сожалению, это, ну, правда. Это правда, такое вот случается. Вот. Поэтому, эм, тут, мне кажется, нужно, э, ну, обязательно разобраться с этим. Вот. Мне кажется, нужно обязательно этот момент, э, поисследовать. Вот. И, собственно, обратить внимание на то, чего вы хотите. Потому что, эм, пока что не очень понятно, чего, чего, вы хотите. То есть, э, я имею в виду, есть ощущение, что вы просто вот чем-то, чем-то занимаетесь. Да? Вот. Чем-то просто занимаетесь. Но при этом, э, вы чем вы этим занимаетесь, да? Хотите вы этим заниматься, да? И так далее. Вот это вот вообще остается, как бы, за кадром. И, э, я в таком, в таком случае, вот, э, я не удивлен, потому, что, э, что вас мучает, мучает, по сути, навязчивая мысль о том, что я должна сделать что-то лучше и так далее. Вот. То есть, всегда, вот, в какой-то степени, да, над вами, э, э, давлеет, э, ну, давлеет оценка, такая, людей, э, э, других, э, э, какой-то такой, может быть, э, э, страх, страх, да? Что вот вас как-то оценят, и так далее, и так далее. В общем, ну, видите, э, проистекает это, происходит это, э, из-за пустоты, как мне кажется. Происходит это, э, в том числе, по той, э, простой причине, да, ну, как мне видится, что, э, у вас это мир, это вот эта область, да, область, собственно, и мотивация, она ничем не заполнена. Вот. И, соответственно, самостоятельно вы себе, себе, такое ощущение, да, не оцениваете самостоятельно. И, конечно, в этом случае вам будет сложно, конечно, в этом случае вам будет, э, тяжело, да, естественно. Вот. Поэтому здесь нужно вообще посмотреть на то, да, вот что вам, ну, ну, нравится вообще, вот что вам интересно вообще, вот. Вот. И уже, соответственно, э, э, ну, исходя из этого, да, уже, соответственно, э, что-то делать, вот. Я бы сказал, наверное, 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 так я бы сказал. Вот. Потому что, вот, смотрите, смотрите. Вы пишите. В детстве от меня мало чего требовали. То есть, по сути, можно сказать, что вы росли избалованным ребенком, так обычно это говорят. Вот. Избалованный, ленивый ребенок, да, допустим. Ну, или просто ленивый, может быть, вас не мало. Дальше. Училась в школе только, чтобы ее закончить и занималась хобби. То есть, вам не было интересно. Занималась хобби. Хорошо. Прекрасно. Что вы занимались хобби великолепно. Великолепно просто, что вы занимались хобби. Есть одно «но», мне кажется. Это вот то, что хобби не стало чем-то серьезным, очевидно. Ну, для вам. Для вам. Вот. Это важный момент. То есть, вероятно, вы хобби, свое, ну, свое хобби, вы, вероятно, обесцениваете. Вот. По, по ряду, значит, причин. Вот. Что это за причина? Хороший вопрос. Нужно это разобрать и рассмотреть. Дальше. Поступила в хороший ВУЗ, окончилась. Так, прекрасно. Вот это дело недостаточно, не обрабатывает. Значит, в ВУЗе с вами что-то произошло. Вероятно, то, что вы поступили в хороший, как вы говорите, в ВУЗ, почему-то он связан у вас с тем, что вот, раз я хороший ВУЗ поступил, значит, теперь от меня имеют право там люди чего-то ожидать, да? Допустим. Вот. Ну, может быть, даже не совсем люди, а может быть, это речь идет про, например, ваших родителей. Дальше. Подозреваю, что это из преподавателей, которые говорили о недоработке на каждой встрече. Ну, смотрите, здесь вы пытаетесь найти, как бы, ответственного, да, человека, вы говорите, из-за. Может быть, вам и говорили преподавателя о недоработке. Скорее всего, это правда. Вопрос не совсем в том, что вам говорили преподаватели. Вопрос заключается в том, как вы на это реагировали. Вот. Знаете, в чем, в чем, в чем штука. То есть, вы реагировали на это, на то, что говорили вам преподаватели. Вот. Суть по всему, эм, достаточно болезненно. Вот. Вы говорили, вы реагировали. Понимаете, да? О чем я говорю? Понимаете? Понимаете? Вот. И момент, на который, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание на именно момент ЭДТО. С чем связана такая реакция? То есть, вот. Почему вас это ранило? Только вам это говорили. Вот. Да? То есть, опять же, опять же, опять же, опять же. Обратите, пожалуйста, свое внимание на следующее, что, эм, вас не заставляют ничего делать в детстве, но вы болезненно реагируете на то, когда вам указывают на недоработку. Есть, очевидно, есть, э, какой-то момент, э, мне кажется, достаточно важный, но на который вы не обращаете свое внимание, как, как вам кажется. Похоже про вас или нет? Загласны бы я с тем, что, может быть, здесь что-то еще, чего вы не замечаете. Дальше. Теперь я работаю, есть задача, есть срок выполнения. Ни разу не говорили о недоработке, я садил, но все равно не отпускаю чувств, потому что я могла сделать лучше, больше, быстрее. Но здесь вы все равно сравниваете с другими людьми, понимаете? что, то есть, как бы, вас не заставляли ничего делать, но, не заставляя вас, вам не транслировали, видимо, ценно. Вот. Понимаете? Какая штука? Какая штука? Вот. И, соответственно, вы себя ценно не обращаете. Вы ощущаете. Вот. И, плюс, к себе вы не прислушиваетесь. Вот. Как мне кажется, из-за чего ваша деятельность, да, она такая, такая вот, чистая, ну, вероятно, механическая, да. Вот. Может быть, прям не совсем, конечно, механическая, но вот какого-то такого интереса, здорового я, ну, такого, как бы, сильного интереса я не увидел. Дальше. Дальше. Так. Да. И, плюс, вы сравниваете себя с другими людьми. Вот. Как бы это тоже такой важный достаточно момент. Вот. Меня ещё не похвалили, не поругали, а я уже чувствую вину. А вот человек в вине – это злость. Это злость, как бы, которую вы себе почему-то подавляете. Вот. Так что нужно разбираться с негативным. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было полезно. Вот. Буду ожидать отклик на свой ответ. Это может послужить вам началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Не, митя. Не, митя. Стрелки, как в самом деле. Удачи. Удачи.